В этом году в Тверской области планируется отремонтировать 634 километра дорог регионального и местного значения. Это почти вдвое больше, чем в 2019-м. О том, на каких автодорогах пройдут работы, расскажет наш корреспондент Наталья Чекет. Сейчас в областной столице завершается ремонт в створе московского шоссе. Как его называют, парадный въезд в Тверь. На этом участке протяженностью 9 километров за небольшой промежуток времени уложили новый асфальт с улучшенными характеристиками прочности. Обустроили 30 остановок общественного транспорта. Сейчас здесь заканчивается оснащение шоссе техническими средствами безопасности и проводится корректировка схемы движения автотранспорта с учетом пожеланий автомобилистов. По словам главы региона Игоря Руденни, по таким канонам теперь планируется вести дорожное строительство повсеместно. Очень важно теперь, как оказалось, не просто уже делать дороги, а уже выйти на совершенно другой уровень, это организация дорожного движения. Поэтому сейчас тоже это направление будем активно развивать, не просто ремонтируя дороги, но еще понимая, как правильно сформировать транспортные потоки. Всего в программу дорожных работ на этот год включено 480 километров региональных и 154 километра местных дорог. На эти цели направлено 11,5 миллиардов рублей с дорожного фонда. В настоящее время уже ведутся работы на 10 автодорогах регионального и межмуниципального значения. Также Игорь Руденни обозначил ключевые дорожные инфраструктурные объекты «Западный мост» и «Северный обход Твери». Сейчас уже идет активная работа над проектом. Будем обсуждать вопрос строительства «Западного моста», потому что это все-таки достаточно серьезный объект. Там 6 полос движения и это серьезная транспортная магистраль, а также как и реконструкция так называемого «Горбатого моста» на Санкт-Петербургском шоссе. Проект «Северный обход Твери» планируется начать реализовать в следующем году. Предполагаемый срок окончания работ – 2023 год. Уже ведется работа по проектированию этого участка. В ней задействовано более 10 специализированных проектных институтов и организаций. Также по проекту предусмотрено строительство 35 искусственных сооружений, включая мост через Волгу первого класса безопасности со стороны Москвы. Реализация этих проектов позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в Твери и ее пригородах, разгрузить городские магистрали, а также в целом повысить пропускную способность важнейшей транспортной артерии между Москвой и Санкт-Петербургом. Продолжение следует...